Дорогие мои подписчики! 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 к запеканию. Немного оливкового масла, немного соли и черного перца, а затем вываливаем ее. Пусть она постоит. Мясо готово. А теперь самое важное, в этой же сковородке, где мы обжаривали мясо, обжариваем лук и чеснок, чуть-чуть добавив туда еще оливкового масла. Самый приятный момент это приготовление соуса. Используем вино, которое нам попалось в магазине. Первое, что попалось под руку. Что нам попалось? О! Кастильо Ла-Манчо, родина Дон Кихота. Крианзо 18 года. Пока лук обжаривается, мы готовим картошку. Предварительно включаем духовку на 180 градусов, разогреваем ее. Первый раз я попробовал это блюдо почти два года назад и с тех пор включил его в рацион. Как только лук чуть-чуть обжарился, добавляем протертые томаты. Примерно пол баночки. И добавляем вино. Примерно 50 грамм. Сейчас начинается процесс выпарки вина, который займет минут 15. Можно добавить немного соли, но все в меру. Чувствую 18 год. Крианзо. А мы пока прервемся на литературную паузу Зинаиды Петровны. А царь с послом уже сидят за столом. А рядом ты, глянька, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди, какая же беседа без сытного обеда. А на столе пусто. Морковь да капуста, укроп да петрушка. Вот и вся пирушка. Царь черчает, не замечает, как Федьку по матери величай. Вдруг, как с неба, коровай хлеба, икры бодейка, да тушеная индейка. Стерляжья уха, телячьи потроха. И вот такой пищи названий до тысячи. При этакой снеди, как не быть беседе. Царь, вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюху с кожурою, алибез, посол, ес. Царь, вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао в сахареном, алибез, посол, ес. Царь, вызывает интерес. Вот такой еще разрез. Как у вас там ходят бабы, у панталона или без, посол, ес. Нянька, постеснялся б хоть послаб, или совсем башкой ослаб. Где бы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь, ты опять свою дуду сдам в тюрьму, имею в виду. Я ж не просто балабоню, я политику веду. Девка, э, вон, подросла, а тоща, как полвесла. Вот и мыслю, как же выдать нашу краю за посла. Только надо пользы для, завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не всерьез и издаля. Нянька, да за этого посла даже я бы не пошла. Так и зыркает под глюка, как бы стырить со стола. Он тебе все ест, да ест, ну а сам все ест, да ест. Отвернись, он пол России заглотнет в один пресец. Прошло 10 минут, вино выпаривается, масса становится гуще. Плита нагрелась до 180 градусов и мы поставили туда картошку. На 20 минут. Картошка тушится, соединим все три ингредиента, добавив немного кипяченой воды. И наши грибы. Мы соединили все три ингредиента. Добавим еще грамм 30 кипяченой воды. Добавим сюда тымин и красного перца. И оставим потушиться на 15 минут. Картошка покрылась золотой корочкой. Это сигнал к тому, что она готова. И завершающий этап это подача. Для оформления блюда мы используем один помидор. Мы его нарезаем дольками и выкладываем. Немножко итальянского бальзамико с оливковым маслом. Немножко укропа. Щепотку соли. Можно добавить еще бальзамический соус для контраста. Выкладываем основное наше блюдо. Используем чуть-чуть укропа. Картошечка. Вуаля. Безусловно, фрикандо требует красного вина в сопровождении. Но Бог послал только розовое. Роза из лангедока. Всем приятного аппетита и до новых приятных встреч!